Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу. Ну и хочется принести, во-первых, свои извинения за технические неполадки и задержку на 10 минут, но тем не менее лучше позже, чем никогда, как говорится. Поэтому приступаем. Света не было, интернет, понятно, тоже не было. Сегодня у нас четверг, и как всегда в это время, то есть это в 11 часов утра по времени Чикаго, 9 часов утра по времени Сан-Франциско-Лос-Анджелес, и в Москве у нас 7 часов вечера. Это программа «Женская гостиная» и ее хозяйка Анастасия Хрущинская, и как всегда ее гость, долгожданный гость, который уступает достаточно редко, но имеет очень и очень большой успех. Настя, озвучь, пожалуйста, кто сегодня у нас гость. Спасибо, Миша. Добрый день, дорогие радиослушатели. И сегодня у нас Анна Отминеева, которую очень многие ждут, и мы сегодня с ней продолжим наш цикл тематических передач, посвященных чакрам и ароматерапии. Анечка, добрый день. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый день. Да, добрый вечер. Извини, пожалуйста, я все забываю, что у нас такая большая разница во времени. Тем более сейчас уже световой день стал длиннее, я смотрю, у тебя там даже солнце какое-то даже пробивается в окошко. Да, у меня светло. Да, и действительно, про тебя постоянно спрашивают, и спрашивают, когда же будет очередной эфир с Анной. И я с огромной радостью объявляю, что сегодня мы будем говорить о шестой чакре Аджина, о силе мысли. И, Аня, спасибо еще раз, что ты находишь время, потому что я знаю, что в твоем напряженном графике это крайне сложно. Но, тем не менее, поскольку у нас действительно немножко уже сокращено время передачи, мы давай уже сразу прямо с места в карьер, что называется. Хорошо. Что такое Аджина и что это за чакра такая? Ну, несмотря на то, что времени мало, я, тем не менее, хотела бы сказать, что эти эфиры доставляют мне просто гигантское удовольствие и дают очень много вдохновения. И я надеюсь, что когда чакры наши закончатся, мы, тем не менее, найдем тему для того, чтобы поговорить для следующего. Абсолютно точно, я согласна. Вот. Ну, сегодня наш эфир посвящен Аджине или, как ее еще называют, третий глаз. И поэтому, конечно, масла, о которых мы сегодня будем говорить, они не совсем простые. И сразу скажу, что все эти масла имеют определенные противопоказания. То есть, это сразу говорит о том, что не всем нужно открывать третий глаз и не всем, может быть, нужно выходить уже на эти высшие чакры. Хотя, в принципе, есть, конечно, и такие повседневные зоны ответственности этой чакры. Как минимум, это глаза, это наше зрение, да, за которое отвечает эта чакра. И, в принципе, за наше восприятие мира, да, чувствительное даже, скажем так, да, то, что мы воспринимаем на уровне интуиции. И эта же чакра отвечает за некий канал, да, который мы уже формируем, канал информации, который мы получаем свыше. Цвет для этой чакры — это индиго. И комплементарный цвет, который дополняет, даёт силу этой чакре — это оранжевый. Что интересно, что все масла, которые связаны с этой чакрой, они параллельно ещё какую-то чакру, за какую-то чакру все отвечают. То есть, практически нет чистого масла для этой чакры. То есть, это говорит о том, что, ну, всегда должна быть связь ещё с чем-то, да. То есть, эта чакра, она взаимосвязана, и она работает, когда уже остальные все чакры у нас гармоничны и открыты, так можно сказать. Отвечает она за свет, элемент, и ключевые слова для этой чакры — дух, вдохновение, интуиция, мастерство, откровение. И тут можно понять, что очень сильная есть связка с чакрой со второй, которая отвечает у нас за творчество. Да, то есть, поэтому, когда две эти чакры очень сильно развиты, у человека очень сильно развито творчество. То есть, для творческих личностей это ключевой такой момент. За чувство, соответственно, за видение отвечает, и причём как за зрение, так и за видение в другом смысле, в эзотерическом. То есть, эта чакра, соответственно, даёт возможности видеть тонкий мир, даёт возможность видеть ауру других людей, телепатию, эта зона отвечает за телепатию. И, соответственно, остаётся большой-большой вопрос, нужно ли открывать третий глаз, и как его потом закрыть, если мы его откроем, не будет ли это большой проблемой. Потому что, на самом деле, по большинстве случаев бывает и так. То есть, в первую очередь, если эта мысль вам приходит в голову, поймите, зачем это вам нужно, и не будет ли вам потом гораздо хуже. В нотном стане звук ля отвечает за эту чакру, и ключевая мантра к шам или аум, да, или ом, ну, самая важная вселенская мантра. Камни. Камни очень красивые, связанные с этой чакрой, и у меня, наверное, я вдруг поняла, что у меня дома только практически эти камни. Это аметист, ляпис, лазурит и танзанит. То есть, камни фиолетового, сиреневых цветов. Все. А именно в переводе с санскрита, как я знаю, это центр управления, да, поэтому, в общем, как раз вот вопрос тут возникает. Кому надо открывать, да, третий глаз, а кому не надо? И почему мы должны задаваться этим вопросом? Ну, на самом деле, я думаю так, что люди, которые живут обыкновенной мирской жизнью, этот вопрос не приходит им в голову. Когда люди начинают что-то искать, все слышали про третий глаз, есть много методик по раскрытию третьего глаза. Есть даже очень интересное, такой был ученый Сахаров, который, он как бы последователь Рерихов и Гурджиева, и он разрабатывал медитации, основанные на запахах. То есть, он учился воспринимать запахи, которые есть в другой комнате. То есть, есть такие даже медитации. Это говорит о том, что, ну, во-первых, запахи очень сильно связаны с этой точкой, и, с другой стороны, то есть, люди пытаются открыть то, что неизвестно, да, это ближайшее, что есть в нашем теле, по идее, да, это, ну, как бы дополнительный наш орган, который, по идее, мы можем активировать, да, то есть, когда-то он работал, сейчас у нас калиюга, поэтому его прикрыли, да, но так как время сейчас такое достаточно переходный момент, и считается, что сейчас как раз есть такая возможность, то многие люди просто приходят к этому вопросу. Но, опять же, выбор, как это делать и нужно, и зачем это нужно, это, конечно, такое дело каждого. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что даже на таком бытовом уровне, если аджна функционирует плохо, то это может отразиться просто на вашем здоровье. Потеря памяти, проблемы со зрением, головные боли или проблемы с, ну, гайморитой, да, то есть, вот эта точка очень сильно связана с носом. Поэтому, соответственно, если у вас начинаются такие проявления, это может говорить о том, что здесь есть некий, там, либо застой энергии, либо она, ну, дисфункция. Это может давать депрессии, какие-то неудовлетворенности жизнью, проблемы с интуицией, человек не может визуализировать, да, это творческое начало сразу убивается, безразличие, то есть, нежелание, нет желаний никаких. Или, наоборот, максимальные какие-то привязанности, когда человек не может отпустить, и гнев, да, то есть, вот это всё, что может проявиться от проблемной работы этой чакры. Что может дестабилизировать работу? Зависимости эмоциональной, когда мы впадаем, шок какой-то эмоциональный, опять же, и потеря уверенности в себе. Страх, который даёт проблемы с этой чакрой, это потеря своего положения, потеря своего пути, или страх потерять цель, да, то есть, вот такие вот сложности. На самом деле, крайне важная чакра для современного человека, на мой взгляд, потому что, как бы, с кем не разговариваешь, все испытывают подобные проблемы хотя бы раз в жизни. Это, в общем-то, о поиске предназначения, мне кажется, даже такой, да, в некотором смысле. Ну, как астролог, да, как астролог могу сказать, что каждый практически человек, даже не каждый второй, а гораздо чаще приходит и говорит, вы знаете, особенно возраст 40+, да, вот не знаю, что делать, не знаю, куда идти, да, то есть, вот, ну, это проблема в аджне, да, уже, уже, да, это начинается, конечно, и с самой нижней чакры, с пулатхары, потому что человек, может быть, нечётко стоит на земле, но когда всё-таки уже 40 лет, да, человек уже достаточно приобрёл много опыта, и, соответственно, это может касаться и этой чакры. Когда она хороша, когда она развита в гармонии, хорошая очень интуиция, терпимость другим, способность к визуализации и способность предвидеть что-то. То есть, если у вас повышенная чувствительность, скорее всего, ваша ажена в полном порядке. Качества, которые нужно бы развивать для того, чтобы чакра работала гармонично, это сострадание, благодарность, поэтому формула «я желаю всем счастья» или «благодарность Богу», она работает в любом случае, это нужно практиковать. Безусловная любовь, что достаточно является сложным делом. И люди, у которых эта чакра сильно развита, это обычно такие лидеры, которые харизматичны, которые могут вести за собой, которые свою жизнь кладут на благо общества, люди-филантропы, то есть это, в принципе, те люди, которые помогают человечеству. Что мы можем делать, какие мы можем делать ритуалы для того, чтобы эта чакра работала, для того, чтобы… Причём, что интересно, все знают, наверное, что у женщин очень сильно развито периферическое зрение, в отличие от мужчин. То есть, например, когда мы едем за рулём, женщина совершенно спокойно может видеть, что происходит сбоку. Мужчина – никогда. Но и это, оказывается, можно развивать, и это зависит от аджны. И здесь можно использовать такое масло, мы о нём подробнее немножко позже поговорим, но это масло из соп. Вообще оно считается мистическим маслом, то есть все масла здесь будут такие, немножко с эзотерическим подтекстом. Вот это масло из соп, это трава, которая у нас, кстати, в России очень сильно распространена, и делают даже отвары из неё, и как-то там используют её в медицине. Нужно взять этот из соп, нанести несколько капель на руку, на руки, на центр ладони, как обычно, и одну каплю на третий глаз. И несколько раз вдыхаете этот запах, проводите по ауре, и нужно руки провести над головой, соединить их, ну как бы соединить их над головой. И потом также провести и соединить перед третьим глазом. И опять опустить через стороны, и соединить перед сердечной чакрой. И это будет как бы помогать вам расширять ваше восприятие, расширять ваши способности видеть. Можно делать также медитацию, которая будет способствовать повышению интеллекта и способности к визуализации. Опять мы используем ИСОП, наносим на третий глаз, садимся в лотос. Кто не может в лотос, можно сесть по-турецки. И представляете, как бы визуализируйте свое тело и корни тела вашего, да, то есть как бы уходят от копчика и ног глубоко в землю. Представляете позвоночник, визуализируйте чакры все на позвоночнике, да, и концентрируйтесь на солнечном сплетении. Потом дыхание как бы поднимаете к аджине и представляете, как оно из аджины выходит. И вот такая вот медитация помогает усиливать способности творческие и визуализацию. Вот. Поговорим о маслах. Да, давай уже к маслам перейдем, да, как раз у нас уже можно сейчас. Масла, как я уже сказала, практически все имеют противопоказания. Это говорит о том, что, например, их однозначно нельзя использовать детям, да, и их однозначно нельзя использовать беременным. Поэтому это говорит о том, что духовные практики, они для другого, да, для других людей, которые, в принципе, не обременены ни заботами там о зарождающейся жизни или, ну, как бы не вышли еще из возраста, вернее, вышли из возраста, когда они еще не способны, может быть, самостоятельно принимать решения. Первое растение, тоже достаточно известное в России, это аир болотный. Его можно использовать для, при разных нервных состояниях, при нервном возбуждении, то есть оно расслабляющее, убирают боли в мышцах и помогает снять зависимости, например, его используют как вспомогательное средство при табачной или алкогольной зависимости. С эзотерической точки зрения оно помогает убрать ощущение жертвы, да, вот этой загнанности. И когда, например, сложно понять, что правда, что нет, или человек, например, чувствует, что он не может адекватно отреагировать, тоже помогает это масло. Помогает восстанавливаться после инсульта, именно восстанавливает речь, убирает блоки и, ну, какие-то такие стоп, когда человек застопорен, когда у него идет такое личностное развитие, да, то есть человек чувствует себя зажатым, тоже помогает, то есть все это расширяет. И он, что интересно, осуществляет связь между телами человека, у нас же много тел, астральное, физическое, и он как раз эту связь обеспечивает и пробуждает духовное сознание. То есть масло достаточно мощное, его используют в различных таких духах, мистических, эзотерических. Связан он непосредственно, это масло связано с третьим глазом, и тоже вот таким цветом индиго обладает, ну, энергетическим. А его наносится прямо на область третьего глаза, нужно наносить, либо... Сейчас как использовать, мы про ритуалы, я сейчас расскажу. Например, когда есть такая ситуация, когда вы, вот есть какая-то проблема, и у вас нет силы или нет способности видеть ее четко и ясно, да, то есть вот такая ментальная, ну, ментальный стопор какой-то, да. Вот эта медитация осуществляется в течение 40 дней. Каждое утро вы садитесь в определенную позу, в которой вы медитируете, да, медитируете, либо лотос, либо по-турецки, и наносите эту каплю аира на третий глаз и на коронную чакру. И закрываете глаза, и в течение 9 минут повторяете мантру Крим. Если вы наносите аир на солнечное сплетение, это приносит, как бы, такой внутренний мир, балансирует эмоции и дает принятие. И из-за того, что аир как раз вот этот связь между телами, то есть это между вашим физическим, да, ощущением себя в мире и вашим астральным, ментальным телом, он полностью делает вот эту гармонию. Поэтому масло, ну, можно использовать как раз, когда у вас такая, ну, разобщенность или разболтанность, когда вот вы чувствуете. Прямо мы так как попали в период, как раз сейчас, когда... Про период я даже молчу, потому что такие вещи происходят. Период очень тяжелый, правда, потому что, кроме того, что у нас эта комбинация, которая с 20 февраля продолжает действовать, то есть соединение Сатурна и Марса в Скорпионе, получаются такие две энергии. Сатурн заставляет делать все медленно, Марс заставляет делать все быстро. Они оба ретроградные, то есть какие-то возвраты ситуации, люди из прошлого, и все это, конечно, вот такая энергетическая бомба. Напротив этой комбинации на небосводе Солнце и бедная Венера, которая практически сожжена будет весь месяц. Так как я особо чувствую, да, потому что Венера моя главная планета, то есть у меня... Я просто наблюдаю, что происходит. Ароматерапия здесь будет помогать просто идеально, потому что ароматерапия – это как раз ведение Венеры. Поэтому, если вы чувствуете какие-то проблемы, применяйте масла и просто проживите этот период, где-то до 17 июня будет это все продолжаться. То есть Венера потом уже от Солнца уйдет, и будет полегче. Марс пойдет прямо и выйдет из ретроградного движения потихонечку, потихонечку, к сентябрю вся эта комбинация разойдется. Поэтому надо себя, конечно, как-то поддержать. Ароматерапия вам в помощь. Да. Аир имеет очень серьезное противопоказание. У него... В нем содержится такое вещество, которое называется азарон. И это вещество канцерогенное. Поэтому его вот так просто так практически не используют в терапии, потому что, ну, если там дозировку превышать, то он может быть просто опасен для здоровья. Поэтому будьте очень с ним аккуратны. То есть он только-только вот в необходимости, в очень маленьких дозах, просто как-то там гомеопатических. Так можно сказать. А надо его смешивать с базовым маслом, с каким-то... Нет. Нет необходимости. Нет. То есть когда мы используем для таких практик, это одна капля. Ну, единственное, что здесь может быть реакция, да, аллергическая, индивидуальная. Но как бы сказать, что он для кожи прям вот какую-то проблему представляет, здесь нет. Исоп, о котором мы уже говорили, и очень приятный запах, очень запахом приятным обладает. И используется просто как такое противовоспалительное средство при различных проблемах с дыхательными путями. При депрессиях, при нервных состояниях он расслабляет. При этом он убирает рассеянность и слабость концентрации. То есть это значит, что он не делает вас таким сонным или расслабленным совсем. Он просто убирает вот эту повышенную возбудимость. Дает чистоту, ясность ума, очищает и тоже связывает тонкие тела и является связующим маслом для всех чакр. Для интуиции хорош, повышает способность воспринимать и активизирует третий глаз. То есть способность хотя бы интуитивно, интуицию повышать. И такое, если вы медитируете, это масло просто идеально. Оно способно вводить в медитацию. Считается таким телекоммуникатором, дает связи между чакрами и дает способность не просто медитировать, но, например, даже если вы общаетесь с людьми, то наряду, например, помните, розмарин у нас был, который помогал концентрироваться перед тем, как мы речь даем. То здесь тоже, если очень много людей, вы понимаете, что энергетически это очень-очень много энергии, которая вот так вот крест-накрест. И здесь он помогает оставаться цельным и общаться с большим таким количеством людей. Особенно это касается различных эзотерических фестивалей или тусовок каких-то таких, йога, практик больших. То есть имейте ИСОП, потому что прямо на третий глаз наносим его, и этого достаточно. Если массаж делаете, то можно этот ИСОП наносить, он увеличивает вот это для лучшего принятия энергии и способность исцеления руками. То есть на ладони наносят, это массажист должен делать, наносит ИСОП на ладони, вдыхает, и как бы контакт кладет где-то 12 сантиметров от тела человека, которому он делает массаж, и такой контакт энергетический. У меня даже руки нагрелись прям. Просто от разговоров. От рассказа об этом. Я тоже, кстати, очень хорошо представила себе, как вот это происходит, и прямо вот у меня энергия, я почувствовала этот момент. Очень действительно, наверное. Ну, это настолько мощное энергетическое масло, что даже просто вот только вот разговоры, потому что все равно мы говорим какие-то слова, они тоже все работают. Для творческого вдохновения что можно делать? Опять в позу медитации, в лотос, или даже просто на стул, три капли ИСОПа на ладони, потереть друг на друга к лицу, вдохнуть, и такую мудру, мудро вдохновение называется. Соединяем средние пальцы, указательные пальцы, средние пальцы соединяем, указательные пальцы сгибаем, и нажимаем ими на уровне фаланги второго пальца, вот таким образом. А мизинцы и безымянные мы как бы переплетаем, то есть вот, ну, как бы вот такая, вот такая мудрая должна быть. И дышать просто энергию, как она циркулирует в теле, и если, например, у вас постоянный какой-то монолог в голове, да, то есть так называемая ментальная болтовня, то можно добавить молитву или какую-нибудь мантру, или можно просто Вселенную попросить дать вдохновение, указать путь и развивать творчество. И если, например, вы чувствуете усталость, уже эту мудру держать не можете, просто можете положить руки на ноги и просто посидеть, да, то есть не обязательно всё время с этой мудрой, хотя бы, ну, сделать её для начала. И вот у ИСОПа нет противопоказаний, да. То есть он такой более безопасный. Да, из-за того, что он очень мощный, всё равно лучше как бы, особенно людям с психическими отклонениями желательно не применять, да, потому что мы не знаем, как работает их аура, и как это может, как их энергия, как это может проявить себя. А скажем так, вот, Анечка, если, ну, не крайняя степень, да, какие-то психические заболевания уже такие диагностированные, а вот у человека депрессия, то можно ему это поставить, да? Да, да, депрессия, да, депрессия. То есть как вспомогательное средство, да, он может. Отсутствие энергии, да, вот такие вот вещи, в принципе, депрессия. Как раз, да, как раз ИСОП здесь можно использовать, прям как, ну, The Mask, да, называется. Следующее масло, о котором мы поговорим, это Бессмертник итальянский. Достаточно дорогое масло, как бы дешёвым оно никогда не бывает, смотрите, потому что это важно при приобретении, да, чтобы это не было фальсификатом. Очень хорошо действует для общей терапии, в традиционном применении, работает при гематомах. Единственное, что очень дорого для лечения гематом, это масло. Работает для, когда проблемы с венами, да, то есть он регулирует кровообращение, лимфу и помогает укреплять сосуды. Если какие-то проблемы с кожей, ожоги, раны, какие-то проблемы, то он помогает, регенерирует очень хорошо. Очень лучшее для печени. Стимулирует органы, которые выводят токсины и очень хорошее восстанавливает печень. Например, его гидролат, да, это вот эта цветочная вода, которая остается при производстве масла, даже рекомендуют при гепатите принимать. Да, то есть если у вас какие-то там, или цирроз, например, да, то есть это, ну, цирроз, понятно, не лечит, но тем не менее для печени это очень полезно. А скажи, пожалуйста, вот ты, кстати, сказал дорогое, просто сейчас, конечно, в нашем современном мире понятие дорогого, оно такое очень размазано, да, вот просто понять порядок цен. Я ради интереса сразу набрала в гугле поиск этого масла, он для наших слушателей, я сейчас даже попробую произнести латинское название, называется он И вот разброс цены, то есть меня на самом деле несколько удивил, потому что здесь есть масла и по 40 долларов, да, и по 223 доллара, и по 160, и по 16. Вот какой все-таки, от какого момента уже считаешь? Ну, ты знаешь, вопрос, конечно, потому что, например, я некоторые масла покупаю в Америке, и как раз вот в частности в Бессмертнике покупала, я сейчас, честно говоря, не помню, но, по-моему, как бы он достаточно, все зависит от объема, да, 16 долларов точно он не может стоить, это точно слишком маленькая цена. То есть... 16 долларов за 2 миллилитра, вот они утверждают. Ну, все равно это мало. Ну, понятно, да, ну, просто чтобы понять, как бы, да, а 40 долларов уже можно? Да, да, 40 долларов, да, 40 долларов. Да, уже тогда похоже, потому что, честно говоря, ты сказала, дорогой, я думаю, интересно, какая же цена? 223, я как-то искала, да, что тебе скажу. Он может продаваться по 2 миллилитра, это только как бы дорогие масла продаются в таких объемах. Обычно там, ну, масло апельсинов 2 миллилитра никто не продает, потому что оно достаточно дешевое, но, то есть, нужно обращать внимание. То есть, это разряда там роза, сандал, такое что-то, да, но он чуть-чуть дешевле, наверное, ну, вот ромашка, такая же, наверное, примерно по цене, и бессмертник. Кстати, вот ромашка, ты говорила, что у ромашки тоже голубое масло, такое вот цвета индиго, оно, наверное, тоже работает на третий глаз, или нет? Ну, ты знаешь, это не совсем связано с цветом, здесь цвет, наверное, больше энергетический идет, но у них есть связка, то есть, связка, есть такие масла, которые работают на несколько чакр. Ну, может быть, у тебя есть что-то в запасе, как раз какое-то универсальное масло, которое, как бы, да, действительно... Что-то очень дорогое, да, есть очень простое масло, сейчас мы его, про него скажем, это масло мяты, перечной, да, то есть, достаточно простое, мята, везде встречающиеся, и что самое главное, мята убирает головную боль, и где они боли в затылке, она освежает, ее можно использовать как освежитель, когда жара, да, как кондиционер такой, очень хорошая при тошноте в транспорте, когда укачивают, при проболях в желудке, она как бактерицидная, и вот желудочный грипп, например, мята прям работает 100% здесь, противовирусная, пищеварение стимулирует, и мята является, может быть, некоторые думают, что мята это расслабляющее, да, потому что считается, выпьешь мятный чай, и вроде нет, мята это такой легкий стимулятор, поэтому с ним тоже надо аккуратно, на ночь мяту не пить, и еще она имеет такую способность снижать потенцию, поэтому... Да, я как вот специалист по Эрвизе могу сказать, что у меня это горячая энергия, она питу повышает очень серьезно. Да, 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 она стимулятор, стимулятор. Поэтому, да, как бы это обманчиво, что кажется, что она такая холодненькая, нет, это неправда. Очень хорошо для спорта можно использовать, потому что она убирает боли в мышцах после, или в суставах, например, если какие-то проблемы, травмы спортивные, воспаления различные, циститы, простатиты, укусы насекомых, если есть, то есть можно помазать этим маслом, и уходит вот этот зуд. С точки зрения энергетики, она отличная при раздражении, если там потеря терпения, несмотря на то, что питу повышает, да, как это ни странно. И она представляет собой левое полушарие, да, то есть творческое, стимулирует аналитические способности при этом, и помогает сохранить холодную голову. То есть очень интересное здесь действие, как бы у нее такое, которое, ну, может быть, тут какое-то даже противоречие несколько есть, но тем не менее, действие у нее такое. Связано с горловой чакрой, мы о ней говорили в прошлый раз, я помню, и третьим глазом, и цвет голубой, и индига. И наносить ее можно чистую, на затылок, на третий глаз, и на коронную чакру. И, соответственно, ну, главное, чтобы только не попало это в глаза. Так, сейчас, секунду. И при агрессии, при раздражении, то есть можно все-таки, вот этот ее такой охлаждающий эффект от запаха, да, то есть он все-таки человека приходит, приводит в норму. Если какие-то выбиты палец или травмы, мята может прям моментально снять боль, то есть очень сильно обезболивающее. Капля масла на язык возвращает свежее дыхание, активизирует функцию печени. Если в противовоспалительные смеси добавлять, тоже такое обеспечивает, убирает боль. Если у вас работа с группой, и вам нужно, чтобы люди вели себя прилично, адекватно реагировали, рационально, объективно, то есть, например, нужно решить что-то. Можно распылить смесь масел мяты и лимона. Хорошо для влетнюю жару распылять, то есть она освежает пространство. Для беременных женщин помогает с тошнотой, но опять же очень-очень аккуратно. И, как я уже сказала, в машине можно использовать против укачивания. Если у вас нет понимания причин того, что происходит, то мята поможет, определенный ритуал с ней, который можно проводить в течение трех дней, может помочь. В конце дня садитесь, вдыхайте мяту и наносите, как обычно, несколько капель на руки. Закрывайте глаза и представляйте ситуацию, которую вы хотите понять. Переносите себя в эту ситуацию, как бы проживайте ее эмоционально. И шесть раз это слово мяты произносите слово понимание. И потом наблюдайте за всем, что будет происходить. То есть вселенная должна дать определенные подсказки. Противопоказания есть. До четырех лет ни в коем случае детям нельзя использовать. Для беременных можно только вдыхать один раз. И долгое применение тоже ее запрещено. И на горло желательно не наносить, потому что это может охладить так, что вы можете просто заболеть. То есть танкину провоцировать себе таким образом, да? Да, леденящий эффект у нее есть. Это есть. Следующее масло тоже достаточно ну, легкое, скажем так, в доступе. Не такое дорогое. Это розмарин. Причем розмарины есть разные. Здесь розмарин вербиноновый. Нужно обращать внимание. Он достаточно приятно пахнет. Есть еще розмарин камфорный. Он больше подходит для лечения. Хотя он тоже связан с нашей аджной. И розмарин хорош для гормональных проблем или как при кашле очень хорошо его использовать. При проблеме печени практически, заметьте, все масла, которые связаны с аджной, они все подходят для печени. Это очень интересная связка. Надо как-то подумать. Надо об этом как-то подумать. Вот. И выводит токсины из печени, активизирует желчный пузырь, то здесь как бы очень тоже мощное масло. Энергетические свойства. Активизирует солнечное исключение, то есть сердечную чакру и третий глаз. Укрепляет тонкие тела, как бы ауру укрепляет, особенно это, если есть какие-то пробои. Вы чувствуете, что может быть, ну не знаю, вам там кто-то позавидовал, да, такие вот вещи. Укрепляет веру в себя на физическом уровне, на эмоциональном, на духовном, помогает контролировать эмоции, дает ясность, понимание и внутреннюю силу. Хорошо для памяти, дает способность к анализу и синтезу. И опять дает способность для того, чтобы, ну, умение говорить, да, это особенно для тех, кому нужно выступать, например. Связано с манипурой и связано с аджной. Что хорош для капха-конституции? Я хотела тебе сказать по поводу связи. Вот ты сказала печень и зрение же, да, еще аджна отвечает за зрение. Вообще, с точки зрения июрведы, это органы, которые управляются пита-дошей, да, то есть мы можем здесь как раз поискать вот связь, потому что это все такое горячее. Вот, и все это, то есть эти органы, которые, казалось бы, да, на первый взгляд не взаимосвязаны, они очень взаимосвязаны. Здесь вот аюрведы, я сразу услышала, мне захотелось. Да, да, мне очень интересна твоя реакция, потому что, ну, здесь явно есть связь. Абсолютно, да. Хорошо, например, это масло используют для капхи, потому что капха больше всех склонна накапливать токсины, накапливать аму, поэтому рекомендуется даже два раза в год проводить, проводить курс такой розмарина в сезон капхи весной и осенью. Две капли розмарина вербинонового, очень хорошего пищевого качества. Мы капаем в чайную ложку в мед и, как бы, съедаем это. После этого чашку горячего чая. Это такое, прям, в течение трех недель мы проводим такую детоксикацию. Можно массажировать живот, для, это для женщин, которые, у которых менопауза, используя розмарин, шалфей и мяту. Как бы, такую смесь для массажа. Очень интересно, что это масло можно использовать в период обучения, особенно, если вы учите иностранный язык или что-то такое, когда вам нужно активировать память очень мощно, то можно массажировать зону печени двумя-тремя каплями розмарина. Это будет усиливать концентрацию и внимание, и память. Но детям это делать нельзя, потому что... Детям, которые сейчас экзамены, или хотя подросткам уже, наверное, уже они не дети, да? Ну да, да. Я знаю, в России сейчас как раз период экзаменационный, но это же, считай, взрослые люди. Да, детям лучше бергамот, это лучше. Так, что еще? Для шрамов очень хорошо он помогает. Растяжки шрамы можно два раза в день массажировать. Масло шиповника, это базовое жидное масло, туда капаем розмарин, пачули, и можно массажировать. Так, если... Вот, хорошая методика. Если вам нужно выступать публично, или вы идете на собеседование, или сдача экзамена, то масло нужно нанести на определенные части тела, на центр правой ноги, и именно в таком порядке, на центр правой ноги, на центр левой ноги, на центр правого запястья, на центр левого запястья, на шейную ямку, за правое ухо, за левое ухо, и шесть раз повторить слово отвага. То есть, отвага это слово розмарина. Если чувство стыда или неуверенности, особенно на работе, опять, вдыхаем масло розмарина, шесть раз повторяем слово отвага. И делаем массаж зоны солнечного сплетения печени и селезенки. Оно нейротоксичное, его использовать много нельзя, оно может вызывать аборт, поэтому беременным ни в коем случае нельзя. Максимальное использование этого масла три недели. Детям нельзя, беременным нельзя. То есть, противопоказания здесь такие серьезные достаточно. В общем, взрослым, зрелым женщинам в полном расцвете сил можно применять, которые как раз занимаются, как мы с тобой, самореализацией, духовным развитием. У нас остается немного времени, сейчас хочу рассказать еще об одном масле. Масло называется равенсара, очень интересное по запаху, оно немного похоже на корицу, и иногда даже наверное его как корицу могут продавать, то есть, называется мадагаскарская камфора, равенсара, но более жесткий, наверное, запах, чем у корицы. Традиционно его применяют при депрессиях, бессоннице, при эмоциональной усталости, гепатиты, проблемы с пищеварением, при герпесе можно. Для энергетики активизирует солнечное сплетение, и третий глаз укрепляет тонкое тело, открывает подсознание, помогает воспринимать все, что происходит достаточно легко. Что, как его можно применять? Для развития способностей наблюдать, для ясности идей, для концентрации успокоения ума. 30 грамм, 30 миллилитров базового масла и 30 капель равенсары и ежедневно массаж затылка и запястья. Во-первых, это хорошо для суставов, у кого проблемы на руках, и это может помогать, например, когда, не знаю, там астролог рекомендует успокоить ум, да, вот это прекрасное совершенно средство. Если вы все время сравниваете себя с другими или вы боитесь, что, ну не знаю, проиграть, да, слабые места показать, то вот данная техника помогает справиться с этой ситуацией, то есть страхи, убирает полностью страхи. В течение 40 дней медитировать нужно на рассвете или на закате, то есть сначала выбираете время медитации, каплю равенсары наносите на точку над верхней губой и на третий глаз, шесть раз повторяете слово наблюдение и называете свои страхи блоки один за другим и каждый раз за каждым этим блоком повторяете слово наблюдение, да, и через 40 дней практически гарантировано, что ваши страхи уйдут, ваши проблемы испарятся. Можно использовать это масло для раскрытия скрытых талантов, если, например, чувствуете потенциал, но не знаете, что там внутри у вас, то можно использовать бессмертник итальянский и равенсару в соотношении 4 к 1. В течение 11 дней наносите каплю на третий глаз и 2-3 капли на тампончик и вставляете его в ухо перед сном. И вопрос задаете перед сном относительно того, что вы хотите в себе открыть и опять шесть раз повторяете слово наблюдение. Положите рядом с собой блокнот и ручку и запишите то, что придет вам во сне. То есть можно использовать для техники осознанного сновидения, да, такие? Да. Опять, нейротоксичное, абортивное, максимальное использование 3 недели. Детям нельзя. Да, вот какие сложные масла, так они не опасные прямо чувствуются. Это сразу говорит о том, что у нас есть определенные ограничения и, ну, то есть природа позаботилась, да, что только определенные категории могут получать эти. А вот сразу, знаешь, еще хотел спросить, а просто если мы, скажем, используем, я уже помню, тебя даже спрашивала об этом, просто запахи растений, да, вот у нас, скажем, вот тот же самый розмарин, да, вот он у нас растет прямо на улице, вот если я просто понюхаю, у него же тоже будет, ну, более легкое действие, да, то есть такое же. Конечно, да, да, потому что масло это концентрация, это эссенция, потому что и по-английски эти масла называются essential, потому что они, это вытяжка, это суть вытянутая из растения, здесь больше нет ничего, нет грубого тела, это тонкое тело, это прана, она потом испарится и ничего не останется, да, то есть это энергия прям, ну, в чистом виде, поэтому, конечно, масло работает совершенно по-другому, чем просто, например, когда мы хотим легкое воздействие, вот, пожалуйста, в салат, там, там, розмарин прекрасно используется в кухне, и, или чай можно делать, там, да, например, отвар какой-то, с соком, там, и так далее, то есть это более такие легкие. тем не менее, тем не менее, мы тоже можем воздействовать, потому что, опять же, вот, если обратиться к Аюрведе, да, то есть там есть разные лекарственные формы, и они как раз используются тоже, там используются отвары, и масла, и вытяжки, и, в общем, они как раз по степени воздействия, то есть там слабое, слабое, например, воздействие, когда мы просто какое-то растение, да, заливаем холодной водой, и оно дает такой очень-очень слабый настой, но тем не менее, его можно использовать, да, и он работает, да, есть люди очень гиперчувствительные, на них это, и это будет воздействовать. Да, да, согласна. Вот, то есть не надо бояться, что мы как-то можем там себе, ну, сразу, может быть, не стоит масла, да, ароматерапию, там, кидаться, покупать очень дорогостоящие масла, иногда можно попробовать вот просто растение. но можно хотя бы, это знаешь, это как знакомство, потому что, например, когда у нас есть какие-то сильно действующие растения, которые, например, используют для того, чтобы вообще какие-то практики, да, то есть открытие сознания, первый контакт с этим растением это знакомство, и у человека, ну, может быть негатив, может быть позитив, то есть его реакция, например, на эти, ну, серьезные эти растения, да, может быть совершенно разным, потому что это растение с тобой знакомится, оно как бы с тобой играет, когда оно очень мощное. Эти растения, о которых мы говорим, розмарин и так далее, они попроще, они нас окружают, они уже, ну, как бы знакомы нам, да, то есть мы уже с ними знакомы, ну, например, если вы никогда ничего не делали с ароматерапией, то, конечно, может быть, сначала стоит познакомиться вот с элементарными, там, не знаю, укроп, петрушка, то есть то, что, то, что, ну, дружелюбно человеку уже изначально, мы можем вступать с этим в контакт, потому что, конечно, если глубоко погружаться в эту тему, то это как ритуалы какие-то, да, то есть мы не просто берём масло и используем его, мы должны с ним войти в контакт для того, чтобы оно работало, и мы должны точно так же уважать это масло, так же, как уважать там розмарин, который работает, почему мы пищу, пищу по ведическим принципам нужно предлагать Богу, да, потому что мы уважаем эту пищу, мы её, ну, как бы делаем её настолько, даём ей уважение, что мы её можем предложить божеству, да, или почему мы, даже в там христианской религии люди молятся перед едой, потому что, как бы, они освещают это. Я тебе скажу же, во всех религиях, на самом деле, есть такой ритуал, молитва перед едой, то есть это вообще вне зависимости от ведической традиции, христианской традиции или мусульманской, например, традиции, потому что везде всегда у ортодоксальных религий всегда присутствуют этот ритуал, обязательность. то есть потому что, смотри, да, еда это то, что даёт природа, и масла это тоже то, что даёт природа, поэтому мы точно так же с уважением должны относиться. Вот, ну, да, тут главное, конечно, не навредить, но ты нам ещё что-нибудь коротенько, мы тут, может быть, немножко займём времени и какой-нибудь нам такое неожиданное что-нибудь расскажите. Так, ну, смотри, у нас, в принципе, осталось ещё одно масло, о котором мы можем поговорить, это розмарин камфорный, то есть он родственник вербинонового, он более с жёстким таким запахом, и обычно он используется при проблемах опорно-двигательного аппарата, просто отличное, отличное средство, и опять для печени хорош, при проблемах, при циррозе, при, если гипотония, то есть он повышает кровяное давление, соответственно, тем, у кого высокое давление, его не рекомендуется, очень хорошо для памяти, для концентрации, даёт энергию, выносливость и активизирует область третьего глаза. Если у вас пониженное давление, прям вот сил нет, то можно нанести 2-3 капли на сгиб локтя. То есть не кофе догоняться, да, не кофе догоняться, как это принято, а вот паспорт донёс и нюхаешь. Очень хорошая составляющая для массажа, например, против целлюлита для капхи, да, потому что он такой, разгоняющий тоже. При вдыхании даёт энергию, активность, усиливает концентрацию. Можно сделать спортивное масло, розмарин, чёрную ель, если помните, чёрная ель повышает у нас, расширяет лёгкие, дыхание увеличивает, лаванду и базилик. Смешиваем в базовом масле и можно делать такое массажное масло. Опять, дедя не вся. Его перед спортом надо употреблять или после спорта, после занятий спортом? Если, например, ну, надо разогреться быстро, да, а времени на разминку там много нет, то можно этим маслом прямо, ну, так как бы, немножко мышцы пройти. И после пройти, потому что оно разгоняет уже там молочную кислоту, разогревает связки, помогает им так как бы, ну, вернуться в нормальное состояние. И это хорошо для суставов, потому что это как бы укрепляет. Вот, поэтому его как бы, ну, в разных дозах можно использовать и до, и после. Ель, она расширяет лёгкие, поэтому её всегда можно использовать перед. И чёрная ель, если опять же помните, она даёт энергию изначально. Поэтому, когда мы её, например, на область надпочечников наносим, то это прям как батарейку мы заряжаем. Поэтому, конечно, перед спортом, как допинг такой, ну, как сказать, как допинг, да, ну, не запрещённый, её можно использовать. Опять, детям нельзя, нейротоксичная, абортивная, все эти масла очень-очень аккуратно с ними нужны. Мы ещё, ты не сказала, какие-то из них фототоксичными являются эти масла из перечисленных? Нет, нет, фототоксичные у нас, в принципе, все масла цитрусовые и масла, которые имеют приставку лимонный. Они фототоксичные. То есть, в принципе, зверобой. Зверобой. Хорошо. Хорошо, Анечка, спасибо тебе огромное. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас сегодня в гостях в очередной раз была необыкновенная Анна Отминеева, астролог, физический астролог, сертифицированный консультант ВАСТУ и ароматерапевт. И у нас еще будет обязательно еще одна встреча с Анной. Ждите наших анонсов в наших группах, в социальных сетях, на нашем веб-сайте. Мы еще разберем Сахасрару. Да, последняя у нас чакра у нас осталась. Но я думаю, что мы на этом не будем прощаться однозначно, потому что про Анну всегда спрашивают, огромное количество, Ань, я хотела тебе сделать комплимент, огромный отклик идет, мне постоянно пишут и спрашивают, а когда же будет очередной эфир с Анной, а когда она нам еще что-нибудь расскажет. Поэтому мы очень благодарны тебе, что ты приходишь к нам в гости, находишь время в своем графике, в таком очень-очень плотном. Спасибо. Вот, и спасибо еще раз, и до новых встреч на волнах радио Сангейтс, в программе Женская гостиная. С вами была Анна Твинеева и Анастасия Хрущинская. Да, я хочу еще добавить, дорогие друзья, то, что все программы наши записываются, они дальше обрабатываются, выставляются в YouTube, поэтому, кто желает вовремя, так сказать, получать программы причем Санны отменяем, сколько там осталось всего одна чакра, и что будем делать потом. Мы придумаем, у нас там много идей. Мы придумаем, да, но мы пойдем в обратном порядке, может быть, да, во-первых, первая у нас не записалась, да, Аня. Повторим. Повторим, да, но у нас действительно там не записалась, по-моему, одна или две программы по техническим причинам, так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами, мы повторим интернет-портал радиоцентра Сангейтс, тройное W sungatesradio.com, телефон 847-226-9956, это для тех, кто в основном проживает на территории Соединенных Штатов, можно попытаться позвонить, и даже нужно, ну, а те, кто проживает там, на других территориях, в других странах, сам простой вариант, это скайп, скайп Сангейтс, солнечный оборот, на конце буква С, Сангейтс 1-0-8, девушки, благодарю вас за очень интересную программу, ну, и, дорогие друзья, мы встречаемся, Настя, когда, в понедельник, да, мы встречаемся, кстати, пришло подтверждение о том, что в понедельник, таки программа состоится, путь йоги, поэтому приходите к нам, во сколько мы планировали, в 11 часов по времени Сан-Франциско, насколько я помню, да, то есть это получается, мы еще объявим, да, мы объявим, да, к выходным, вот во время выходных дней, к понедельнику, понедельнику, эта программа появится у нас на Facebook, Сангейтс Радио, всего доброго, всем хорошего дня, хорошего вечера, и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова